Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сейчас я смотрю новости и хочу сказать по моему прошлому ролику еще дополнительно насчет научно-технического прогресса Так вот, оказывается, люди сами у себя лежат костьми просто костьми лежат на пути к светлому будущему препятствуя, всяческие препятствия научно-техническому прогрессу В чем это выражается? Во Франции бузят опять таксисты Опять они против того, чтобы у них снижались зарплаты снижались их тарифы на перевозки и все такое прочее Потому что во Францию, в другие страны Европы и даже в Российскую Федерацию уже пришел Uber Что такое Uber? Кто не знает Это платформа мобильная соединяющая перевозчиков то есть таксистов, дилетантов так назовем это с теми, кто хочет куда-то доехать то есть с клиентами Любой человек со своим автомобилем там, по-моему, не старше трех лет там каким-то, значит, импортным автомобилем то есть в нормальном состоянии может стать перевозчиком таким подключившись к системе Uber значит и выплачивая по 20% со своего дохода при этом никаких наличных денег не используется используется банковская система переводов полное электронное будущее короче таксисты бастуют то есть таксисты не хотят чтобы люди ездили дешевле а Uber естественно снижает ставки поскольку зачем им делать ставки такие же, как у таксистов в чем тогда конкуренция будет конкуренция как раз заключается в том, что цены ниже система удобнее дается запрос в сеть клиентам о том, что он хочет доехать и ближайший к его местоположению как я понимаю Uber таксист получает этот значит вызов то есть к нему приходит на телефон тот вызов он туда подъезжает и его подбирает ну или как-то так не знаю как точно но как-то так и в общем все эти люди ездят со своими машинами или не со своими вот я могу ездить если бы я был подключен если бы к нам в Украину пришел тот Uber а он собирается прийти не знаю в каком виде это будет надеюсь, что в нормальном естественном виде как он и был как он и есть в европейских странах но он будет пока в Киеве и во Львове пока что в Днепропетровске он наверное еще не скоро будет но не важно важно то что опять люди против своего же светлого будущего опять люди руководствуются только своей ежесекундной даже не ежеминутной ежесекундной выгодой какой-то не хотят развиваться не хотят наотрез отказываются понимать что прогресс движется вперед что это будущее что ну с этим невозможно никак бороться да никакими там никаким сжиганием там покрышек на дороге и преграждением преграждением магистралей это как бастовать против не знаю против того что появились компьютеры вместо печатных машинок там или ну там любая старая вещь уходит там какие-то деревянные таблички береста или там каменные скалы на которых вытесывали эти каменотесы свои письмена все это уходит в прошлое появилась там бумага после бумаги появились вот эти вот электронные планшеты там мобильные телефоны из которых сейчас все это читается все эти книжки читаются вот и кстати сейчас эти споры ведутся о том что лучше книга или электронный планшет что же лучше ну как бы да действительно надо иметь 7 пядей во лбу чтобы понять что на электронном планшете помещается не одна книга весом в 1 килограмм а на одном электронном планшете допустим весом там 150-200 грамм помещается там 100 тысяч или 200 тысяч или 300 тысяч таких книг миллион таких книг а если учитывать что он еще подключен к интернету то это вообще бесконечное количество книг надо быть конечно 7 пядей во лбу ну конечно электронным планшетом из него не выдернешь страничку и не сходишь с ней в туалет это его огромный огромный недостаток надо понимать ну конечно книжка она хороша вот сама по себе как такой раритик цветный предмет для любителей для любителей старины уже вот я кстати тоже к этим любителям старины отношусь потому что коллекционирую некоторые книги вот комиксы в частности вот но уже понимая что это уже не носитель как бы информации а это вот такая вот такая вещь для коллекционера и будущее книги оно уже как бы понятно то есть это уже становится таким предметом роскоши книга дорогая допустим если книга стоит у нас там 100-150 гривен то та же книга в электронном виде стоит ну 30-40 гривен то есть разница в 3-4 раза и это существенно очень это если ее покупать легально а учитывая что у нас огромный пиратский рынок и все эти электронные книжки можно скачать на планшет в неограниченном количестве из сети то тут просто никакое сравнение никакого сравнения не выдерживает вот этот вопрос значит короче люди сами себя загоняют в прошлое и это на самом деле на самом деле немножко грустно от этого становится потому что хочется чтобы все это развивалось быстрее чтобы люди быстрее уже быстрее тянулись к будущему к тому что вот уже все эти технологии открыты и все они лежат под сукном под сукном лежат потому что есть какие-то допустим там гиганты нефтяного рынка которые не хотят прощаться своими прибылями и вот эти загоняют все энергетические проекты вот эти все разработки там по альтернативным двигателям по альтернативным источникам питания все загоняют в стол потому что им невыгодно прощаться со своей прибылью вот так то есть из-за буквально нескольких человек которых можно на пальцах пересчитать все человечество огромное все 7 или сколько больше миллиардов людей на планете продолжают жить вот так как жили 100-200 лет назад ищут бог знает сколько они будут так жить пока наконец природа просто не прорвет то есть весь этот научно-технический прогресс не попрет прямо наружу как бы перелившись через край то есть всему есть свой предел конечно есть вот очевидные вещи вот и все эти забастовки это конечно дело абсолютно вдохлое потому что ну нужно этим людям значит прощаться со своей профессией если она перестала приносить прибыль ну таковы законы рынка что поделать ну если ты не можешь получать деньги вот на этом месте ну работай ты в другом месте в конце концов работай с этим же убером то есть подключайся к уберу работай как все не нравится там мало тебе от этого денег жилось тебе жирнее и лучше ну в конце концов получи другую профессию какую-то рядом с этим профессию стань автомехаником стань слесарем ну смени профессию ну а что делать что делать ой прогресс таков таков как он есть абсолютно ничего нельзя с этим сделать нужно развиваться нужно ну насчет кстати профессии таксиста я честно говоря вообще не понимаю как можно там стать работа работать таксистом в 20 лет и всю жизнь работать таксистом до самой пенсии до 60-65 лет работать таксистом нет можно конечно но если ты человек то есть homo sapiens там если ты мыслишь если у тебя вообще какая-то есть способность к мышлению хотя бы к элементарному то ты вроде бы можешь развиваться может ты не хочешь развиваться принципиально это твое право как бы оставаться но ты не должен мешать другим людям развиваться и стремиться в будущее а когда ты мешаешь становишься на пути прогресса то это уже это уже не твое личное дело и не твое личное право это ты уже вмешиваешься в судьбы других людей тогда минуточку подвинься подвинься товарищ и оставайся в своем прошлом а людям дай двигаться в будущее вот так это происходит сейчас вот так я отношусь к этим забастовкам таксистов вот так товарищи даешь светлое будущее даешь научно-технический прогресс все с вами был Алекс Ю на сегодня все пока-пока до связи субтитры